и вот мы на драфтах собственно уже первая стадия пролетела бруду а далее инфинити интересно рубик ну очень интересный бану инфинити на самом деле что забанили номера на юпитер очень хорошо играет он прям на ней постоянно катал кентавр достаточно странный банк такие знаешь не прям тир один герой в нынешней мете решили поиграть против бруды и вот они придумали код дан брейкера и непонятно это еще пятерка или кэри или вообще 3 позиции просто будет и кого-то другого кэри придумают но флекс флекс такой заболевать шторма из джинсу мы забыли то сообщить нашим зрителям что первый матч уверен что они знают но на всякий случай напомним до инфинити против infomas r первая встреча на сегодня и для тех кто вдруг проследил новости но у рунс подписали инфинити по infomas и вот теперь это infomas так что поэтому не удивляйте что там логотип на урунс а название команды инфомас вернулись в первый дивизион инфомас они до этого играли в третьем туре прошлого сезона получается вот первые сезона не пропустили первый тур они пропустили в этом году и вот камбэкнули в доту так сказать и сам в инфинити кстати вот три игрока как раз лео ставил адриан и дэвил вроде бы они тоже играли в инфомас последним состав ростере да то он он же фрэнк на фрэнк который а это они ребята действительно играли до этого за инфомас но вот будут против своего же тега играть скажем так ну против она не своего же но за тех кого выступали давай вернемся к драфтам инфомас банят на гус ларка хороший герой как считается против бруды но и стал стыдать террор блейда какого-то там выбор да я хотел сказать либо в террор блейд либо путь но я бы не сказал что террор блейд в плане он на линии хорош но он плох из того что если бруда зажимает вас по карте и у тебя другие герои хороши против сервер блейда играть становится все равно тяжело неважно там выиграл ты это ли не выиграл там путь больше по игре наверно напрягает бруду решили от нее избавиться поэтому тренд протектор кстати интересный выбор и там сразу от веточка молниеносная показывает нам до сих пор у них сохраняется flex это может правил биты в мид правил бисты в мид пойти в оффлейм против трэнта скорее всего мне кажется это будет оффлейм прямо убийств и дан брейкер кэри все-таки но db против бруды как будто бы не так плохо ну да косты есть пучков то убиваешь потом даже если доходит до этого момента плотный герой но брейкер очень приятный персонаж на самом деле в этом плане то что есть пылы на аутпуш есть кэри гор потенциал даже как-никак особенно с нынешними корме виде абаддонов всяких не так страшно пройти лучше метеор хаммер пусть нормально ты прилетаешь до с ультимейта и митер хаммер кастаешь жестко каешь вообще знаешь что интересно кстати а во время каста старбрейкера но когда она машет молотом можно кастовать метеор хаммер думаю нет все-таки чайлинг стал обуздно конечно и слишком обуздно но это очень согласен но интересно так на чем отвечать будем раптор прайм-убийск винов-пэйн пока что не нравится мне пиквинов пэйн на самом деле но такое я согласен я не время она что-то появляется но появляется в общем-то против бутрайдера как раз и инфинити играли свой матч последний против evil genius и в трейсе карте у них как раз было вот это квапа против бутрайдера и он лео стайл уничтожил крис лака прям на линии там у бутрайдера было все очень плохо там еще саппорты приходили помогали но квапа все равно проиграла потому что очень если ты не бегаешь по карте не делаешь киллы ты очень мало очень мало фармишь на самом деле я заметил какой малый творца обычно там ее бутрайдер какой-то перегоняет но она выпадает действительно копа очень просто выпадает из игры поэтому я тоже вижу квапу и понимаю что ну нестабильно нестабильно этот герой играется и здесь кто но тренд протектор придет на центр он ничего не сделает sky mac да может а не агрессию да неплохо много магического дэмиджа и но это знаешь еще квапа молла вдруг это праймал бисмит либо же хотят первую позицию это стать когда поймут куда этот дом брейкер ну да праймал бис аква по против любого постоит поэтому решили вот такую взять адрона было так так тусика взять какого-то тоже про любого постоит и мне кажется он пополезнее будет падают того же sky мага со станом дополнительным под ультимейт просто плеймейкер кого-то конечно тоже некого рода плеймейкер но более узвимая против дизрапторов каких-то там глимса который тебя может в клетку вернуть под ультимейт от этого не спасешься тусик этого вообще не боялся вот кстати в этом плане тускар действительно был бы лучше мистер джинс он любитель таких прыгающих героев на шторме любитель поиграть на эмбере но шторм у него прямо я смотрю второй дивизион когда они пробивались первые там его шторм прямо очень сильный так что я удивлен что в первую стадию вообще не забрали как вчера в восточной европе кто-то там играл hellraisers вроде бы у них был распик просто шторм спирит об аддон первую стадию ты на это смотришь только думаешь тэкс что это что я попал да что с этим делать и там киотака на шторме тоже показал очень хорошую игру прям хоть и там пытались контр пикнуть но у тесть об аддон который там вперед идет и может подсейвить и такая вот и здесь об аддона пока что игнорируют но потихоньку я думаю он будет появляться мне кажется такой в матч инфинити сами играли с абаддоном сейчас он его вряд ли конечно возьму тут что он здесь не заходит было бы смешно если бы появился абадон но магнус появляется абадон против копы неплохо дротик снимать тогда но очень интересный драфт инфинити видимо все это магнус оффлэйн и прямо убийств мид пойдет как мне кажется хоть или нет или магнус мид пока что непонятно опять до сих пор оставляет флэкс а может быть против таких плотничков как тебе лайфстиллер новый лайфстиллер у тут есть все равно контроль сквозь бкб но так он хорош есть счет такой герой как морфлинга хоть они могут взять на самом деле принта какого-то вот на это мне тоже нравится он всегда был хороший против магнусов там всяких тут его особо кто-то не останавливает ну дизераптор опять же вот неприятно этот нас раптора неприятно играть ну да но редко видишь чтобы дизераптор мог спокойно морфа все-таки если только из маков там из кустов где-то выходишь там же глимс все-таки доджат собой форму поэтому проблем же нет с этим это если у тебя есть в и форм а вдруг он его потратил вдруг ты его не качал а вдруг ты его не качал видел кстати ликвид о джи вчера микки выложил да 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 коралл тролль варлорд появляется для инфамас р и собственно вот драфты одна из сигнатурок для инфамас они очень часто этого тролля брали и ну во втором дивизионе когда играли поэтому ничего удивительного это магнус все-таки оффлейн и даммит мл бист но нет такого ярко выявленного кэри это на самом деле вот дан брейкер core потенциал против тролля трудно тяжело верится особенно когда там есть стран протектор с тиммейтом там если вы в дан брейке появится бкб она его прожмет и там просто троллят его всех сгрызет в какой-то момент но такие действительно три семи кора праймал бист вообще может выпасть также из игры если не будет ходить убивать давай предиктится пока мы не прыгнули в доту и не увидели коэффициент ну скажем так я не знаю как постоят дон брейкер на твой ну против брудмазер как у них там линия постоит просто редко мы такое видим будет интересно понаблюдать все-таки и мин мин на тролля очень хорош они даже брали тролля я короче за инфамас все-таки я за ними следил там целый сезон они мне нравятся как они играли них там прикольные драфты которые неожиданные как они их реализовывали поэтому а инфинити они хоть и отжали карту эгэ в этом плане но какой-то драфт у них вот с этими семи корами и магнус потом сверху мне не очень понравилось есть такое давай посмотрим какие коэффициенты предлагает бэда бум на матч виннера 182 на инфинити 192 на инфамас р а вы же друзья регистрируйтесь новый двум по баннер в описании и лутайте бонус сто процентов на депозит по промокоду дпс и ну и вот коэффициент поправился 185 188 то есть явного какого-то фаворита да нет в этой встрече и по драфтам действительно вот сами коры против грубо говоря одного нормального города есть только тем поможет на этот есть квапа который может отвечать хоть как-то и под под затерпеть с тем же тренд протектором тоже всегда можно посмотрим как я лео стайл прикольно они придумали пришли вырезали лица для цента и потом нажали смог я кстати сам когда пересматривал демку третьей карты и г против инфинити они вначале пришли варды в меди чекать подрались один раз и потом до 1 до 0 минуты на баунте успели подраться второй раз придется вообще что-то с чем-то было забавно так на что в результате на ванпосте спалились и все равно заходит на банк или не носа так уж и меньше проблем уже будут его глимсу да в четверых можно раскручивать страха но здесь селесть алхамер ну и так хватит эмиджа лево забирает first blood уж интересно да ну и баунти рун это сколько две получают еще и они еще не забрали в то есть два на два реально на самом деле он стеки просто зарядил на тролле а все на ладика есть амини идет он там же в курсе что патчо мочем помочь вам зато стренд под топорами нормально рубик как разум очень много будет зависеть от лео ставила в этой игре на прямо без тех он будет ратейс по мапе он может на самом деле всех переубивать есть и тогда уже тяжело будет уже информа сыграть и они зажмутся по карте там всегда даунбрекер может прилететь через ультимейт помочь где-то будет качаться магнус с этим блинком думаю если я оставил сделает игру магнус тоже рано смотки начнут появляться и будет очень комфортно играть папа тоже не неуязвимая тут когда есть дизраптор дэмэджа у инфинити предостаточно на самом деле в дизайбл и ну логично они взяли вот ларим м по такой чисто добить ренджам что мне мало возможности задинаете или ставит паузу и она нормально мы уже привыкли к паузам скажем так более это же знаешь это классическая в южной америке перу против бразилии и на каком сервере кстати играем я помню всегда это спрашивают зрители типа посмотри пожалуйста в лобе какой там сервер просит посмотри потому что типа pink не помню я тоже не помню но и сейчас это не так сильно роляет потому что в элджи только еще год наверное назад выпустили патч какой-то они придумали алгоритм который вот борется как раз таки с проседанием пинга и байт на топе sky mag glimson 2 левел уже эдриан glim star breaker дэмэджи ты посмотри могу хватит 0 армора там free kill хайка просто этот крипов остановил хочет поставить все линию дезераптер просто им донает их без проблем так главное не поставить под меня он ждет ждет рож но адрин тоже линию держал но все равно немножечко в сторону брудой линия пройдет 2 лава лапнет на самом деле миссы не помогают против этих героев то что даун брейкер просто два спала тоже с руки он особо не бьет он так чуть-чуть поэтому не основа так на боте нападение у нас тоже будет убийство вот это уже не бодро начинает интересно то что ли оставил в миде стоит без третьего спала против в рейндж рейнджового героя решил пока так но наверное четвертом вкачать все-таки теплым попьет заряды накапливаешь там потом крепче халява конечно он не умрет я думал он хотел добить этого знаменосца но он хотел в эту сторону побежал в этом и был план но опасно было ой он хочет банк давно монтили нет а есть 3 минуты а на топе в результате все-таки по баунте 31 если уж так судить и такие питер на топе забрал глинтуют в топе а ну а что дальше ну кстати не качает пока что спел да вот качал решил от век стилец под товаром аккуратно приходит возвращается юпитер на линию узкой мага ты посмотри инвентарь полностью забита расходниками у него и мангусов много но пока что man особо не тратит решил clarity выпить такая игра на самом деле вот три фрага сделали до инфинити по натвор сам они вообще никак не повлияли на ситуацию в игре то есть туда-сюда скачет на боте они не пытается кири забрать скорее всего хватит здесь хотя фейерик но нет переключается на раньше так он не добивает вот дэвил здесь не справится уже с мини на меня ли я на роли но он за колечком все побежит скрипку хорошего а курьеры вот он нет курьер магнуса слушай если сейчас мини туда пойдет он же еще и курьера может забрать умереть может умереть кстати дэвил здесь рядом еще пару тысяч миссии попадет не попадет кири приходит фейтбол телекинез тогда велще может здесь погибнуть погоди кто же раньше меню ходит на ухп меня прям респект что он прям так максимально рассчитал свои ресурсы там стеки топоры прям магнуса должно быть обидно выход момент может стоило его пытаться назад как-то отвести подальше не попадает шоковым еще здесь дэвил так ну чего ждет мини курьеру яра можно было ласку несет только сейчас так что мини-мини да заигрался здесь мини действительно давай посмотрим на творце ну и после этого фрага дэвил естественно первую строчку занимает следом идет потом еще до решили ноги собрать ну кстати должны здесь вверх хотя стики как wave на кулдауне все на кулдауне будет же а в это время на топе прада закрывает кинетик филдом и адриан еще здесь но получается он хотел бы star breaker раскрутить но я пить оружие отступил а на бруду тут уже дам же не хватит криво леона бошка резинулся после тпшки это хороший ему прям очень грамотный и утра ли сейчас будет все очень плохо ну колечко он все купил ну здорово за гно и в этот момент мистер джинс просто мид стоит ну посмотри крипстат мид лайнер тоже 0 творца переключи уровне это вообще грязь до 2 уровня 20 динаев я говорю там вообще он стоит в миде просто не выпускает не пропускает ли оставила крипов победе их на боте руна появляется кирилл контроль таркана ну да заберет вперед на что поделать поделать друзья а я напоминаю что стопроцентный бонус при регистрации вы уже ждет вас регистрируйтесь приложение или на сайте бэдбом и получите крутой бонус при пополнении промо код видите на ваших экранах это промо код dpc я просто смотрю как хайка на топе стоит он вообще постоянно вот а будет вот этот вот эту ямку свою чтобы крипы по тавру не уходили агроза след его два героя бьют он просто подрубает первый спелл он регенится так глимсует тем временем он был саном минуя питер окей она лео пытается по максимуму быть полезным он понял что но мид уже проигран там делать ему нечего он встанет на носить ноги с рп отдали ну нормально рп отдали не страшно пока что на space тролли фармит это самое главное ой пауза идет от админ причем админ просит паузу может видимо проблемы с вебками но скорее всего да ну вместо игра на мистер джинси если что у команды и infamous так потому что он стоит на фри линии никуда пока не передвигается мид ворс хотя у него держится также с магнусом и даунбрекер на одном уровне но у них враги есть мистер джинси пока нет ну левела пока нету саппорт перетягиваться куда-то нет смысла ему там что он прилетит станов вообще мало на самом деле у infamous один такой и трэнта сетка тролля который там прокнет не прокнет и все что делать потом герои просто от вас будут убегать постоянно что у них вообще проблемы с контролем у них же реально ноль контроля на героях может мы пропустили что-то это на стадии драфтов да да не посчитали не посчитали мы количество станов у команды с этим все в порядке идти действительно там и контроль бкб есть и по площадь они влейт они влейт выходит я уверен они не торопятся вообще никуда infamous да да и не нет и просто ник не не сказал кто они были они вот они кто они но они те самые те самые так но какой-то момент ли оставил может надо поставить лесок с помощью трэнта где-то на тур сёрна набирать он бот ганга это ему фраги то уходили у него два асиста у него был сверт блат прошу напомню вам то что он получил фраги для этого все игра для него стало намного тяжелее контроль урон восьмой минуты у него до сих пор нет 6 а и dd для мистера джинса но дабы дэмиджем он может выйти куда-то не думаю что лео имеет смысл он еще и ринжа дина и да что ж такое знаешь вот один один из их мидер который до конца будет выигрышной линии стоять место чтобы телить свой фарм где-то там в лесу либо фраги найти он будет максимально доносчик в месте может степнуться на бот по дефис бот tower через дабыл дэмидж какого-то рубика убить он как-то рубик конечно мало надо магнуса чтобы магнус задавил все внизу на этот рынка и так так queen of pain может прилетать наказывать за такое посмотрим пойдет ли он потому что пока что перетягивается на то она не хотят разменяться без квапы все арматы тела но и дрянь и должна в разе непонятно да зачем он так притянулся на тот когда можно было действительно на боте попробовать забрать магнуса но магнус смех и у него уже есть рп он не давил поэтому да 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 ну они забираются так товара внизу тренд стоит не позволяет но он кстати без них храмор и что с этими тренд протекторами я не понимаю да ну дэмэдж 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 нужен еще девять типа если если ты отпушиваешь линию первым с полом то те не надо кидать линк армор на тавра но умол получается да этот мем с этим мерки лео где-то нажал pulverice мне почему-то кажется что это было на крипов нажата да конечно лесок там качал а он стаки закачал в двойке ему там кири по стакал немножко зафармил для себя крипов но мне кажется инфинити надо что-то делать хотя а могут ли они походу сейчас не могут они ждут блинк на магнусе была на саппортах нужен там 6 на дизрапторе что через статик выйти на кончик в апу постараться выходит бот все вместе хотят прогнать этого тренд протектора ему летит нет конечно не летит книжка была узкая мага и узкой могу очень маленький уровень а в книга курей еще но 5 л будет только с книгой это мало надо что такой но тренд потому что стоит при фармит конечно у него почти 6 левел но вот сейчас его попробуют забрать дэвил ну он вообще не боится на тренде ничего посмотри он просто выходит крипучей грибов не водит до чтобы катапульту фокус взяла башня у дэвил промахивается никуда не поехал но здесь еще и prime убийств приходит невозможно ноги сейчас будет посторожнее тут просто 6 лево получает погоди еще один глиф она это глиф уже в ответку на информацию ну хаста кстати отличная руна чем поймал места будем честны разменялись если бы он прожил стики он т.п. от юпитера было лишним отфит это тоже free kill будет очевиднейшим образом double kill лео и посмотри сразу на творца забрал башни двух саппортов и вот он уже в топ-4 тем временем инфо мы тоже без дела не сидели там бруда в нет перетянулась они заправили забрали диза раптора который 6 левел там апы стоял тоже у диза раптора словом все так себе хоть и не было киллов команда инфомас по xp и по галде мне кажется почти что равные ситуации до xp там вообще равны я смотрю на графике там от числей не вровень идут ну да там разница буквально 34 xp забавно наблюдать а тролль тем временем качается тихоньку камбэк и догоняет магнусов хочет батл фирисе купить и на в пенсию вот говорит тренду я тут покачаюсь немножко но тренгаре авторитет есть мистер джинса запрыгнул на горку стоит ката блинка как случайно это получилось и зиму может он чекал vision хотя в даже но я тоже не моим даме скликнул возможно бывает так непривычно мы смотрим точно южную америку ну покачаться решили почему of и к фарм да вот просто fk фарм прям непривычно у одних магнус с дан брекером и справилась в том который линию проиграл из-за этого если он сейчас если бы он продолжал сейчас бегать и пытался найти какие-то фраги это было бы неудачно это вообще было бы провал полный так на боте тем временем идут смоках queen of pain со скай магом но там уже ноги споставляет у рп-рп даже потратим не но заберут но одесса отцеплять понимаешь нечем от запрыгивает квапа миссик флэр дать не может sonic wave особо не ощущала ноги и неплохой мистик флэр давил на лох и пдр погибает петух него еще один залетает но при этом юпитера тоже заберут но очевидно для юпитера приятный фраг так там кири пытается поймать а еще и дизераптор не отпустит здесь мистер джинс и глимс да накроет статик штормом и должны забирать его три хорошие правильные видите размена магнуса стянулись в пятером вниз тем временем тролли бруда фармят мне кажется поэтому ладно хотя бы магнусу убили хоть что-то если бы магнусу не убили там кстати sky mac мне кажется в солныx пусть этого магнуса получил 8 сразу наук и на плен и так все было неплохо тролль потихоньку выравнивается тогда он брейкер сабли вот это сабли надо он брейкер мне так не нравится хотя он разберет купит бкб да там это сейчас или на фарм чисто манареген дает до статы какие-то дает нападение на юпитера от юпитера забрали и уже лео тем временем 10 почти 11 уровень перегнала кстати мистер джинса даже блинк ворованный от кири но он все-таки погибает от кортика это понимаю ну от вич блэйда кортика да еще вич блэйд тиму так но батл фьюри почти есть умение и он все будет разгоняться все больше и больше хоть и есть м пауэр у магнуса но все-таки когда-то силовик фарме что и помедленнее чем какой-то ловкач и в любом случае несомненно на так но пока что с брудой они ничего не придумают она пайп потихоньку свой фарм из против правил беста видимо чтобы нивелировать его тут его магический урон хоть как-то лишь и смог прожимается на варде кстати говоря да они проверили горочку там барда не увидели решили что что там вижена нет нажимаю действительно на варде и парада стоит на ревели устах и он причем смотрел стал так что потом если что на игрушки спрыгнуть на лонг на лоу граунд он еще этот спить хочет видимо поставили в обстуду для этого с эдриком видят прада отступил пауки будут дрейс по паутины ворот кири но все а гг короче дотик сейчас все будет в паутинах смотреть это будет просто невозможно вообще рубик вору не поутину ты понимаешь да все расставят я тоже непонятно где че паутина вот неприятно ну как для рубика я думаю очень даже приятно давай посмотрим коэффициенты которые на текущий момент на первую карту предлагать 2 и 4 на инфинити и спортс 152 на информас вы друзья регистрируйтесь на в 2 по баннеру в описании и лутайте бонус сто процентов на депозит по промокоду дипися верят в лейт потенциал все-таки у инфинс побольше вместе с тролем тем временем еще пока что парни цены такими всеми форме вот ну пока бы появляется напрямую бесте и это такой power spike жесткий надо что-то придумывать пока вы должны поймете бкб она уязвимы топе ну там рубик отпускает в паутинах двигает тренд 518 но в спид у него у него больше чем а ну окей вот так можно так но здесь лео решил вписаться нападают на это но у него что у него худ а демок где жалели что-то да так на боте бы тем временем на поймали queen of pain пытаются выжить но не пробивает да мы же падает вода но есть прилетать изоляторе также мне всяко сетка и дрян улетает обида для тролля конечно он даже ульту под подрубил не пожалел чтобы сетка точно выпало но она не выпало надо сделать так чтобы брать и мытью тебя повышался станции значит зачем герой что посередине стул тебя так славы да да кто тролля вообще берет какие-то резины американские команды бегают с троллякой я особо в других регионах знаешь не часто тролли вид ну еще в северной америке в целом вот америка до любит тролли но герой потому что ситуативно на самом деле так что и питер забрали на центре и попробует открыть сер один инфинити но они хотят они хотят что противник ими дрался либо давал объективы надо бы к башке просто как-то пытаться доджить сейчас инфинити просто пятерок бегают пытаются вот эти ну варды очень хорошие инфинити и за счет этого оппонента вот сейчас опять поймают мини скорее всего и у него нет у тиммейта он у него не только бэндами не что-то почувствовал но поздно увозит его тут в одну сторону едет в другую сторону едет рп кстати он видимо тайминга не был ультимейта да они знали не жалеть о ей пауков час как зафармил на топе адрин просто да я вижу матра куча павуканов ну пока что пытаются поймать бруду в топе опять на vision на ком-то парде я глубоком и и увидели понимают куда она бежит но она кстати т.п. просто убить делать ничего себе неплохо кайка прочитал понимал что у него сейчас в топе будет пять героев ну да 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 ожидание бкб для infamous да но дождутся ли они не слишком ли много они карта дадут за это время но им от достаточно потом одну драку провести чтоб камбэкнуть там ты тело там ты делал вот типа они могут ошибаться но потом камбэкнуть со своими бка башками так как у них коры сильнее у него есть бкб прожимается бкб подбираясь на квапу прилетает а чего ну агиста повременил вот ладно овергрозе 7 не решил писаться есть таких шторм на квапу мистер до сих пор живет но кирилл его все-таки забирает при этом также правда погибает лео бкб закончилась собственно закончилась его жизнь понимаешь они даже без бкб смогли с ними подраться это и это еще с тем что кири украл ультимейт трэнта и траляю зарутил если бы он не зарубил траля он всех там поубивал сейчас кстати да да обратили манин перри респект респект генка появляется у infamous тренд приобретает и сейчас вот эти гвардики попадают я думаю глубокие дота придет 50 на 50 дает есть какие-то шансы у инфинити но я вот я думаю да вот 1000 преимущества у инфинити на 21 минуте ломать строением нечем рошана забирать нечем у валоры много дэмиджа несомненно но она не может подойти бить просто т2 не может пойти на рошана на файт на самом деле у infamous нарушение неплохой у них есть угро у них тот же мистик флорс уник вейв ультимейты хорошая бруда собрала ауры магнуса там что ну мека гриф сами еще даже не пахнет это уже попахивает нормально да там уже прям так поцепили менее увозят его статик шторм бкб нет его должны здесь забирать подбирать окей вот такими точечными фрагами могут действительно инфинити и пойду сейчас по центру мне не конечно очень нагло стоит так как будто бы знаешь у меня есть бкб но его не было еще она в прерыватели за это сейчас попасть с рошаном вот так вот можно да с минусом тролля можно спокойно идти на рошана но как-то мечтать момент не пушат дальше вот но тяжело пушить против дезераптора там все цепанут опять через битон брейкер плетят мистер джинс вот пытается бкб добивает все весь мир бкб проживем ультинераптор не страшно ну не такой страшный эгис знаешь ну да он брейкер с айсом ну ладно убьем метро смотри летит он говорит гол драться сразу а егис убивать лол да да типа того ну смака кстати бегут на топ его сейчас тролль показывается должны понимать куда передвигается команда но рунс один извините этот этот так меня немножко сбивать туда конечно я тоже каждый раз задумываюсь убивает мистер джинс уйти но разревелил смолк лево в погоне один же кстати с кремом подставляется ладно и silence от юпитера мистер джинс мистик флэр лео просто пока вы нажимает оборгром пожалел в результате руби разошлись сражал и тиммейт трэнта который заканчивался когда он крал его на паучков дизераптора не убил а че все равно заканчивается да согласен но развели на бкб никого не потеряли отлично квопа даже бкб тоже не нажимала они видимо прокликли он там дизераптор глимсует такой и такой но но я не буду тут там бкб а может стоил тоже бы нам как бы развел спорный момент и опять смог идет хотят реализовать его power spike в виде бкб шик команда инфумас но они реально не боятся аегиса волоры ну вообще не боятся ну а что его бояться надо правильно там даже бы к башке нету волос так-то миссис ловит какой-то пара да там есть шарт который дает те там пару секунд бкб ну это такое себе но он кстати диспал перестал применять по моему или что-то вот что-то я не помню с какой-то обилка сделали что она больше диспал не дает то есть она тебе дает бкб на диспал не дает да да это шар туболок это вот именно ее шар на ты типа не диспали штамки труты себя сада дана на очень неприятный но был слишком жестко взял уже диспали ваще это раскрутился так почему-то адрин прилетел в топ но у него есть ультимейт и его тренд сейчас идет кто кого находит там то и дело а почему эдриан по-моему пичку куда-то не в ту сторону да да у лишь такое закате магиса здесь повезло ну а может отдать гем какому корот с бкбшкой мне вот не знаю там копия какой-то на то вот я смотрю на этого тренда с гема который постоянно вперед идет и вот тот праймл бист схватит то вот сейчас он чуть ли по тавр не зашел там встретил эдриан ему повезло что он пережил это 25 минута вообще ничего не произошло на карте по факту просто все фармит вот у нас есть 25 фрагов но что глобального произошло забрали рошана а я и пока не получается реализовать ваще никак они не могут пойти то есть понимаешь у них аегис они даже не попробовали пока что выйти что ждут ну кирасу ну да кирасу еще 1000 золота у эдриан магнус магнус решил сделать бкб ну такой интересен деле выбора зачем что ну типа чтобы от sky мага сайлент но проще было грязи до собирать ну да гривцы там какой-нибудь потом тот же лотус получше выглядел кстати лотус вообще хайпово выглядит да вот прям убийство собирает лотуса магнус нет ну вот да норм тот армор лишним не будет ну помимо активной обилки лотуса еще и армор так ну вот все будут давать я думаю команда инфамес а я без там минуту еще тренд пытается задать на там дизолятор и щеки раз на входе товар проседает ну может и не буду давать качать просто карту там менее это устраивает он кстати сердца шуяшку ну против магнуса чтобы р.п. из р.п. быстрее выйти аккуратно все-таки будут драться слушай на магнуса не получится наверное заместив фаер один забрать мистер джинс походит это мистер джинс уже дэмэджа много эдриан просто улетает на ультимейте или гениться за счет пассивки так как где еще у нас из рактор здесь погиб тоже там по нули бруда держался задержался на да ну вот теперь ну странный выбор артефакт у магнуса честно говоря вот есть не вот этот мега блин в итоге вот тренд просто поймал в ультимой там даже сбросить не можешь все руты без гривцов забери гривцы в чем проблема в итоге он будет бы кбш куда нажимать народ красава я так понимаю что да но не я ничего против бкб не имею но вот грифсы мне кажется тут хороший артефакт во первых они дают там же грифсы дают классную ауру так поймают ноги с гемом ноги с гемом подбирать ими не тут рядом кстати в него не так просто будет забрать лево возможно и они пошли дальше так бы еще могли вынудить его бкб нажать убийство есть хороший талант когда он может здесь полить все всякие штуки в самом числе и ультрента это очень сильный один из сильнейших на самом деле у него мне кажется но учитывая что он на пятнадцатом уровне да действительно учитель квапа тоже сашу как или подцепили хайкам дальше вы забрать снова пульвера сна сайланс в этот раз на лево возит его довел как далеко раскрутился эдриан и кнопки на колдау не погибает здесь брук мазара мини вернут а он просто бкб нажмет и готова же драться лево также бкб бхб нажимая дэвил от чего тут его проказ какой-то в него давали а глимс может быть все глимсону а я культовать пытаться мини пробить пульвера с успевать все такими не нажать от кутер и летит сюда это сейчас только дэмэджа будет ты посмотри они минус 5 делают соло вот закончилась игра видимо после такой драки жесть а вот кто вонял на него как так просто все герои поставились в рп все вчетвером бруда уже была мертвы но они кажется вряд ли успеет спускай граунд но это очень большое преимущество даст инфинити большой boost по экспе в том числе да саша не помогли дачка и на фейн вообще ничего не сделал драки все там сделаешь зарпла умерла ничего не одну кнопку не она тут конечно на самом деле это ошибка и нас ну и ссылку против магнуса держать нужно не просто драку пошли непонятную тогда погибло да да непонятные сделали утроля пока не так много дэмэджи вот он что-то там пилом купил вот еще один и там на выживаемость сию и дамы же у него до сих пор нет хоть тот же башер это полезнее был бы как будто вот он башер и следующим артефактами собираем на потом скоро у эдрина будет очень много на право и дрянам уже много так он нормально там денег получил так у него еще и оверхелмин блин появился да он по дэмпауэром еще задаваем у меня правда урон как неправильно отображается не могу нормальный его дамышку смотрите в адрена да но сейчас у него 320 330 дэмэдж ну если быть точным то такое просто произносить нельзя дамы или до 332 у него дэм я был у меня просто в сумме 222 дамы висит на соточку терялась где-то так но нужен блинк на тринте на самом чтобы в позиционке ставить очень далеко и чтобы как-то контринфицировать вот эти врывы от магнуса и как-то в два кора подставляться вообще нельзя под рп все-таки у вас queen of pain с блинком тоже должна издалека как сделать и вот о чем мы говорили queen of pain очень ну такой все посредстве тоже герой пока что импакт мы от него не сильно видим до линию выиграла но дальше тоже потеряно агонимный раптор его боже это вот это жестко это очень жестко так ну по месту ржинс на ревиле прыгать вперед кири ничего не видел окей находит мазар можно ее накрывать подбирать пока что не сбивают и снова рп снова рп эдриан раскручивать старбрейкер накрывает все это статик штурмом и деваться то некуда эдриан сюда пытался полицей но нормальными не бы как это наваливает ядриан ничего не может с этим сделать дэвил также погибает глимс от прады но улетит нет и улетит шар а вот этот роль а кто вонял на тролли теперь вот сейчас рп попал только в одну папу мы решили ее через статик ведьму убить убили конечно бруда тоже там подставилась но волора кстати пыталась вы разу летит уже на тролль и она тролль сетка избил либо очень хороший блин как раз блинк на тренде появился он зарешал мне кажется менте что он смогу блинк анутс ультануть хорошо сейчас сюда роли очень сильно про пустился и рошан рошан сейчас появится нужно чекарись команды атак кири и не помочь а что делать два спорта в топе когда у них тролль ващип не тебе говорит по кайфу а рошан рошана чек нити же фри рошан пока нет даунбрейкера это уже не пока так на 20 волосер на трое появился кстати даже не помню чтобы у него был такой талант на армур при уделить это тоже не помнить откуда он появился давно странно вроде я обычно не помню такого ну ладно так рошан есть увидели это инфомес но также преснулись все из команды инфинити нет рп 30 секунд байбеков еще толком нету на 10 персонажей байбеки есть у трех тренд праймал бист и рубик имеет байбеки остальные же без байбеков поэтому нужно если и драться за рошана то осторожно ну второй рошан очень важен если вы не видите заберут ну да надо быть я не думаю что опять будет рп по четырем персонажам сейчас это про не один раз подставились мы по хайп или и все вроде ну как я думаю 1 и тролль бьет он убивает прыжком от хоть и на целый слот больше у эдрина на донбрейкер он ничего тролли не может но пока башка им конечно прикупить все таки хотя как она им поможет вот в том-то идеал она же ничего ему не даст алебарду может какую-нибудь может разобрать сабли купить алебарду там неси каких-то троллинг мкб вынужден был покупать но мисс и нужны против тролля иначе он все грезется и все не отпустит неплохо вообще сошел алебарда как бы собирается рада воля ну типа нормально пока никому ну типа вот только адрин сам может купить так ну смоках инфамасу хотят неплохой неплохой смог но как будто его читают инфинити ставится vision пока что на и ренте то он с блинком ирина ревели так увидели рубика на 1 видят нападение мистер джинс и кири должен здесь погибать до дэмиджа много его есть так адрин все правильно он все он разобрал купил бкб ну посмотрим поможет ли ему это бкб прилетит он с ультимейта я свечу в драк ну хотя нет возвращается понимает что если его в драке изначально не будет вот когда ты корт даунбрейкер вот такой боевой те это не то что ты хочешь иначе прилетать с ультимейта в драку но тебе как будто самому надо начинать позицию дать или оставил должен позицию давать но пока ты прилетишь там тролли разгонится уже что у тебя команда поумирает так и в рошана просто мини зашел блинкают ходит юпитер погибается на мастер брейкера окей западе выдавил подвезли имени пульвера с на него лео где бы к б а вот этих штормом рп туда же но есть обор гроуз у них мои хорошие на все бакабашках мини погибает мини без байбай к скаймак уже выкупился забирать здесь праду прилетел на ванпост но эдрия на юпитер на 2 зубок и рошан для инфинити рошан инфинити куда идет мене он вообще безумный шарик не хотим от бетра я не знаю что происходит я тоже он не он же еще без байбека был распредставляющий рядом команда у шива появилась у лево нашли здесь пруду летит сюда он брейкер нет отменяет к ним привезли эту бруду старобрейкер параллельно еще рошан фармится и погибает здесь тут мазар вот если тролля контролят очень хорошие вот это гадим на ветеракторе завершал очень сильно про ничего не нажал и шардик лиса и без шарди кому он далее так понимаю прямо без то валарыш был до шарти до дарника был конечно слишком сильный шаг чтобы так долго ждать лео еще здесь ноги вытолкнул не заметили просто не заметил с его закончилась жестко опасно ладно пока что с байбек переключимся обратно на творца 6000 преимущества эдриана над мини это новом увидели то что один слот это не проблема тролль в любом случае перебьет дан брейкер если будет бить ему главное если дабил дай матч войти ну ну трой нажмет ультимейте или что дальше а я если он будет статич а вот статик да это проблема ему нельзя подставляться так надо как-то самому первому нападателю после тиммейта там вблизаться сразу тяжело надо находить эту дизераптора там сэйва у команды инфинити так-то нет кроме ультимейта дан брейкера и мяки там мой модель раптора возможно убить как-то быстро шар да нет еще у queen of pain вот это мне тоже не нравится blink silence он видимо рассчитывал с рошана забрать но теперь придет покупать но это кстати действительно так зачастую игроки думают они не покупают потому что планируют что заберут с рошана и ведь орай рошан по логике вещей должен был доставаться infamous так на ищут ищут армалите заходят находит юпитера но юпитер сейчас снова разменной монеты убирают его из пробирать старбрейкер украл ультимейт у бруда и просто так правда мистер джинс нападение на прадо через бкб ну кстати статик штурма потрачу что вару тройбик sonic вы вау ну агис минус гем минус гем до сих пор гему тренд а то я не понимаю тушеного минут 15 на силу видимо решили что на коганим на бродмазер будет ну что по как-то полегче стоит ну инфу насер на молодцы там находит фраги умирают у них саппорт да неприятно но это space пока что агис у противника они как-то стягивают на другие линии в это время тролль фармит добиваете агильный блин как он ему поможет на первом нападать тогда поможет так так пытается найти лео прям сшивает и бегает ему аганим еще осталось прикупить вообще все будет отлично нет может 3 рошана подождет саганим может хексик ему какой-то еще пушек всегда хорошо как всегда хорошо это сто процентов так умение на боте он может захотеть авантюру устроить прыгнуть в магнуса и утонуть я уверен смотри нет и улетает спасибо мини спасибо смысле это на байбэ переключаемся видим ладно старбрекер 1 25 лэвл бкб старбрекер 2 она есть форста адрин бкб потратил на хай гранд они не зайдут это я егиста скоро закончится поэтому пингует что у бруды все это огонь появился не ожидал он видимо но мистер джинс сплетит занимается грязными делами не но информация долго могут на самом деле от хай граунда играть дота кстати дает все лишь 20 процентов на победу информацию странно после после того как поцена поставлялись они под спал и пути мнение я вас так вот менее но шарда нету магнуса поэтому не удается вести ну а окей телекинез пульверайс но сайланс есть на левыми не в этот раз не один ваш еще про кайт есть лотус на сектор лево теряет добрую половину хп мистер джинс бкб запрыгивает отлично развел на статик шторм так и лево может еще забрать нужно только прыгать вперед и тычки хватает оборованный sonic wave от кири мистер джинс погибает далеко он оказался отдельно от команды погибли мидер со стороны глимс отлично в игру хорошо на рпд вилла дэмиджа правда нет по мини все просто убегают в это время погибает правда не адрен не справится раз на раз он не справится был пропит ваш минус аегис в это время бруда конец саппорта погибает рубик покупается мини адрен отлично пытается учена есть ультимативное умение не должны здесь отпускать адриана на 100 секунд он отправляется такой такой похоронный глимс сейчас был дизраптора конечно но респект ну агису ты видел где вот как он позицию занял это еще там бордики поставил успел там же вроде гембл инфинити они не поняли что под ними борды появляются это на сейчас будет не так нет нету байбека кстати адрена об у него был байбек он что-то купил он он вангвард он закупил он бэкпаки лежит он тоже закупился цвет блин ну ладно ну мистер дэнс зафорсил друг драку хорошую для своей команды пожертвовал ой убил праймал биста даже в разбины типа развел на кнопки вот на статик то что он развел это основа когда вы глядете логоляю вас снятика так делать не надо мне кажется то что как бы остановить роли р.п. ну за р.п. вы его не убьете мне кажется там все таки 40 арморового персонажа тяжело пробить быстро особенно когда там тренд протектор может утонуть еще что-то посмотрим что по нейтралкам потому что она уже теперь 4 нейтралки падают роль кстати до сих пор ходит с обриган с блэйдом так это выходите пента йопта сорта далее ну агис очень агрессивно играл сейчас на тренд протекторе но под него команда смещается адрин до сих пор в таверне ну под вардик надо отойдут они так шансы кстати в графике потихоньку поползли вверх скажем так уже 40 процентов я говорю было странно что 20 процентов это мало потому что ну одна-две драки и все из-за того что эгис наверно был а кстати как ты прав агис там накидывает сейчас 5000 преимущество еще остается там там преимущество по таборам по табору одному на самом деле не так много и вот и 10 процентов разница вич бэйн кстати выпадает также для инфинити забирать себе адрен это хорошее приобретение денег потому что диспелить есть что но мне кажется мини надо нафармить байбэк типа если в него все-таки дадут рп накроет статиком то они проиграть драку все и 100 если он вернется когда не потратить все кнопки это просто ну не выиграет драку без этих сплав рефрешеры нужны вот магнус уже с рефрешером рапп рент пошли бы сделала речь давай над вас переключу тренду хочу заводить просто после этой драки да у него там брось пакет появляется кстати нормальный отличный выбор тут же куча физы в основном то дэмэдж наносят down breaker а у нее дэмэдж физически основной магнус тоже с руки бьет физикой папа просто набрала пачку тролля ну видимо мне не боялся выходить без ббк но ему как будто этой пачке не хватало добавить бк 500 золота и сейчас смоках инфинити бегут хотят найти его ну они конечно не знаю что нет ббк так ну агерс опасно тонную супер опасный но у него есть байбэк на самом деле у трэнта поэтому не страшно у него есть трейс парк поэтому не страшно сейчас мы узнаем тайминг рошана следующий а это будет интересно пока что инфинити очень хорошо завардили все около рошана не знают они прям дайминг сейчас будут чекать сразу полтора или 23 нормально мы тоже жмут сумок потому что знаешь что рошан начал появляться но пачку то на центре кто тушит кстати говоря у магнус есть рефрешер да 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 поэтому тоже не стоит об этом забывать играл главное все очень грамотно поражать как и всегда собственно я не знаю почему менее не хочет на парни байбэк все нигде он хочет пойти подраться сейчас умереть и игрушка проиграть 200 золота сейчас баунтиру ну какой-нибудь найдет там на 45 нормально так они писали вард да спали курьера забрал сейчас добьет сейчас добьет сейчас бьет но ненавижу не а ненавижу не дэвил идет вперед вот они не пользуются вардами или что закрыли мини карту все нам сек сек ну это скорее всего перерыв чек-то на торнадо energy все-таки матч идет уже 45 секунд подзарядиться стоит подзарядиться стоит том-то и дело энергетический напиток для геймеров торнадо energy 20 секунд рошан тем временем интересно ты посмотри хайка что на бродях хочет купить хайка а это кстати прикольно типа сейвить из-под статика своего тиммейта из подрп до да да а может хекс все таки даже не знаю что лучше как слишком прост ну просто татик лежит там сколько 8 секунд до 100 лампе там 8 ничность типа а там поднимаешь ветра сколько на полторы на две секунды такое себе на две с половиной секунды зато он сможет говорить ветра повинуйтесь моей воле борода с лейкером мы такой еще не видели да кстати так но контролирует рошана команды инфеймос надо что-то с этим делать у них вроде есть бруда с этими сетками есть байбеки на корах у брекера нет байбеки так что они сейчас даже выигрышные позиции у магнуса нет байбека прикинь магнус сейчас вот с этим рефрешером выходит такой большая это ответственность и бац в него прыгают первым убивает все он при этом смотри позицию какую занимает нападение или повезли нужно стать их что он перевозит его успевать меня нажать бкб так у него еще и есть ноги рефрешер еще раз рп эдриан пытается быстро мини забрать на мини все еще живет мини все еще живет а выживет ли нет мини погибает тот же байбеки адриан залетает лео пробежал по всем но оказывается на хайграунде кидает камень встали стоит пока что но одессы хайка эдриан что он просто vision разбивает и адриан не знает куда ему деться бкб еще имеется пока что уходит погоне за юпитером а юпитер в это время гонится за кири кири а петуха погибает как мы проворонили здесь мини после байбека еще раз старбрейки был же блинг вроде я не на нем держал и смотрел это мне кажется и питер сейчас очень недоволен забил до убивает еще этого не угадает всех не факт а лео решил подраться ну ладно ну и ген кстати там выпал там еще смотри где правда находится на дизерапторе своем да ну они конечно своими пылами немножко не договорились с магнусом то что они перевезли статик был вообще в молоко сейчас айвис и тролля будет о и аганим еще сверху тролля в троллю аганим шадов страйк понятно интересно знаешь что не топоры делает ладно ну а я шадов страйк это конечно сильно я даже знаю кому можно было более ну ладно у бруда есть узкая мага есть да даже трэнту мне кажется поля я даже есть свои гоню но те же но вот и очень хорошо зашел текст жестко вообще оказался я я на самом деле нежно мы чуть проворонили до хекс на клапе вот на но на винбекере сконцентрировали свое внимание магнус ладно ломать в бараке сейчас пока опасный момент то что магнус может увести там куда-то очень далеко поэтому отходит вот какая у меня мысль ссори ссори перебью тебя все таки что если статик шторм не кастуется нормальный то драка проигрывается инфинити у них все держится на этом статик шторм ну как тролля даже убили и без статик шторм отдавать за два рп при этом да еще можно за 1 рп убивать но за 1 рп тяжело все-таки армора много да мы так давил идет то он сам сел к нему на поезд ну ладно они он на мазиншими ты понимаешь он совершенно один был на меня а это меня начали на расслабоне глимсанули его бкб если что есть так ну его или садик-то иегис имени сам прыгать вперед подцепил кири здесь дайвел прокачка 1 прокачка 2 и не забирает какой free kill для него оказался ну бай бак есть но я не знаю как они хотели тролляса вирусом сейчас оформиться два раза когда я в начале сам когда его команда рядом не было еще можно придумать перетянуть так мистер джинс просто выбирать ддс батлом в бэкпэке правильно зачем давать ролю или сам сам кстати классный урон мне струже нас мне нравится у тебя же так же 228 здесь 28 не отражением у меня не знаю так не было у меня какие-то странные цифры так смаках дэвил хочется опять кого-то возить лют и куда а лео приветики говорит ему мини накрывают статик штормом окей но два раза не забывайте мини нужно забрать а здесь мистер джинс бкб с дабл дэмэджом sonic wave лео пытается уйти логист очередной овергро шикарный от него запрыгивает мистер джинс лео забрали но тут же ббк рп по троим рефрешер а где где дэмэдж что подвозит кэдрия ну хорошо будет еще одно рп мини потерять здесь скорее всего егис а вот и виндвейкер а вот и виндвейкер но еще одно рп привозит под фото лео здесь пробегается по всем кстати это камбэк похоже мистер джинс погибать мини как же другие лицу ты посмотри минуса егис окей меня хайка здесь тоже заберут рядом смотрит юпитер пытается улететь его не отпустят фонтан забирает мини после байбека ну смысле у него кулдаун байбека погибает юпитер и дэвил дар красавчик классическая игра против магнуса когда вы давите и он вас просто под фонтанчик увозят потихоньку до тимой за два байбека вполне вполне от кого там от прямо уби стоит дизраптора ну да ну ну а здесь также нажал байбек но он не успел туда прийти и знаешь я бы хотел видеть метеор камер на тренд протекторе ну типа ты сказал бы сейчас бот с пушу ну это жестко конечно мне кажется ему рефрешер нам тоже упадись и она шикарный выдает так ладно там заход на кд нам утраляют нет 70 секунд пойдут ли в трон вот вопрос хочу нет жилом рапира у и адриана а ну тогда идут они идут в трон очень финти еще выиграет еще углик появился угликали понятно да нужно нажимать пока 2 т2 стоит алёу хорошо так ну тренд зачем скипает крипов хотя там есть крипы на базе и надо ему лететь на базу здесь в респак есть ультимы кваба 5 секунд будет бай ну вот так было с удалось но можно было бы поставить мистер джинс запринет бкб на него не жалеет рп хорошо тут разультился кстати юпитер приходит хайка нужны миссы какие-то поэдриану пульверайся держит папу эдриан бьет рон эдриан бьет рон и инфинити побеждают на первой карте вот до до конца до конца мы думали что инфема съесть все шансы выиграть от серии они были но у меня даже в связи с галатург русская пишет подзависла от такого матча конечно можно и подзависность на самом деле дэбил дэбил мбп конечно просто засолил эту катку своими завозами патрон под фонтан двух коров офф все-таки все-таки додавили инфинити получилось у них это говорили мы что у них всеми коры тролля не перебьют ну они-то тролля не перебьют а вот поэтому что ты пропал отправлять права не припьют на еще раз команда инфинити своими героями тролля не перебьют а вот фонтан перебьет и это заряжало в этом моменте действительно справлять это было жестко я честно нет слов но действительно победа фонтана не ну дэвил дэвил до завез а фонтан доделал так сказать ну немножко конечно инфимас конечно агрессоры вот что я вижу прям ну мне нравится в каких-то моментах это может сработать в каких-то нет возможно стоило более с его там какую-то позицию держать и просто с агисом бить high ground не надо было прыгать там глубоко за этим правил бестом против магнуса но как-то ну вы же знаете южная америка они любят подраться на мужика там побежать играть с риском горячая кровь у этих игроков поэтому они дарят нам красочные моменты благодаря этому хорошая была играю надеюсь 2 будет не менее интерес вот графики если открыть там идет постепенно по чуть-чуть вниз сторону инфинити по чуть-чуть потом вам 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 вверх в пользу информас и практически ну не 90 конечно но здесь близкий к этому угол на победу инфинити дан я честно до сих пор еще прихожу в себя оберегать а а вот а